Всем привет! Изра специи. Посмотрите, куда я приехала на пару ночей. Я Рейджо. Посмотрим, что это такое. Кто-то пикничок устроил. Сегодня воскресенье, выходной. Аллея с клатанами чудесная. И тут же велопрокат. Как раз то, что мне нужно. А вот мой отельчик. И второй с такими же украшениями. Вот моя комнатка. Очень здорово. Мне, оказывается, обгрейдили. У меня был одноместный маленький номер с маленькой кроватью. А мне обгрейдили до нормальной двухспальной кровати. И ванная комната была у меня где-то за пределами. А здесь своя. Ой, какая большая ванна. Здорово. Старенький отельчик. Но такой приятный. Ничего не пахнет. Вот такой вот пляж верюйтся. Писочек мягенький. Ход в воду очень мелкий. Вообще ровный-ровный. Далеко идешь. И мелко-мелко. Вон там люди стоят, а им только по пояс. Их нехорошо тут плескаться. Требенка. Их нехорошо. Спасибо. Их нехорошо. Субтитры делал DimaTorzok Вечерний пляж Народ здесь разъехался Разбежался по отелям А сзади горы Все открылись А работники Такими интересными машинками Выравнивают Землю И заодно чистят Вот как выровняли Интересно Я думаю они это машинками делают А это специальные грабли Такие специальные Закат посмотрела Возвращаюсь А вы знаете что я сегодня В гостинице Одна Не то что из гостей Одна А совсем одна На ресепшен тоже никого нет Они вечером не работают У меня ключ от входной двери И такого огромной гостиницы Только для меня Да вот так вот На ресепшене пусто Вон Блокад у них везде с карнавалом Везде везде они Это карнавал И вот там Второй этаж А еще здесь есть гостиная Я здесь могу посидеть Общее Всем бонжорно Из солнечного Биареджу Биареджу Я арендовала велосипед В июне на день 8 евро В июле-августе 10 евро на день И можно было карты расплачиваться Сейчас поедем посмотрим Что там за сосновый лес Огромный на карте А вот этот вот клоун Это официальный символ Бурламакко его зовут Фестиваля Виареджу Карнавала Он в 1930 году был Придуман Этот символ И мой красненький велосипед Как раз под цвет Вот некоторые здания Исторические В стиле артыко Я думаю На пляже Виареджу Жаль, что Одна сплошная линия Таких зданий Было бы очень Атмосферно Маргерита Тоже в таком Курортно Сказочном стиле А вот В углу Деревянное здание Это вообще Начало 20 века 1901 год Была бы вся линия С таких зданий Пляжная Выстроена Вообще Уникальный бы Получился Архитектурный Декор Здание 48 С витражами Наверху Тоже по-моему 1930 год Вчера очень красиво Сквозь витражи Вечером солнце Просвечивало Весь декор Виареджу Все про карнавал Все про карнавал Театр Эден Окна Такие красивые Раньше Вот эти делали А тут у нас Корт И вот такой котик Его зовут Иллигатто Дей Пискотори Вот так вот Кот Рыбаков Наверное Здесь сидел Кот Я так понимаю 19 лет А здесь у нас Мост Через Мол И тут же Рыбу продают Свежую Справа От меня Огромную Вот река В море Как это впадает Мол Называют Все это Маяк Слева Порт А справа Пляжи Начинаются Огромные Почему-то Опять пожарные Машины Вчера были И сегодня Тоже А здесь Посмотрите Какая красавица Стоит Здесь сухие Доки И не один Огромный Для яхт Портов Я много Видела А вот Таких Сухих Доков Не помню А здесь Вот с этой стороны Еще с другой Именно Мастерские Может просто Че нет А может Прямо Яхты Собирают Это Белоснежная Красавица Как на ней Вода Идирает Красиво А вот Лес Из Пинни Возле Виареджо Он большой По карте Посмотрим Сейчас Проедемся Вглубь Очень Я люблю Эти Пинни Лес Здесь Не из одних Пинни Как я думала Как в Орбителло Потому что Мы были В Орбителло Это тоже В Тоскане И там Прям на берегу Моря Огромный лес Из одних Пинни Прям ходишь По Толстому Свою Иголок Опавших И море Сбоку Красота А здесь Такой Смешанный А сейчас Через 23 минуты Мы Еще одно Интересное Местечко Посетим Озеро И там На этом озере Музей Дом-музей Джакомо Пучини Выехала На велодорожку А тут Рядом Еще Дорога Для машин И слева От меня Посажены Мои любимые Липы Так приятно Пахнет Маки Вдоль дороги Растут Меленькие Такие Когда мы Ехали сюда На поезде Вдоль Железной Дороги Просто Все было Ими усеяно Какой-то Другой Сорт Не те Большие Которые Раньше Цвели А какие-то Малипуски Огненные Через Дорогу Полячие Дорога Горы Тоскана И вот там На поле Тоже Меленькие Эти маки Нельзя Ближе Подойти Написано Частная Собственность А там В глубине Неожиданно Вилла Бурбон Была построена По желанию Марии Луизы Ди Бурбон Ерцогини Луки В 1821 Году Начали Из-за забора Видно Только кусочек На самом деле Вилла Такая большая Там еще Вот такая Папелла И Усыпальницы Тенистая Такая Прохратная Аллея А по дороге По этой Вообще Машины Не ездят Не знаю Наверное Там побольше Дорога есть И там На велике Вообще Очень здорово Кататься Оказывается Дорога Закрыта Поэтому Машин Совсем Нет И я Так Классно Проехалась По дороге Лес Дальше Еще будет Продолжаться Очень долго Там еще Другие Кемпинги Но мы Сейчас Вернем Сюда К озеру Посмотрим Что там За озеро И Пиза Кстати В ту сторону Озеро Какое-то Очень Сложно Произносимое Название На итальянском Массачук Чукколи А Чукколи Наверное Лагуди Массачукколи Очень Замудрено Посмотрите на этот пейзаж С горами На горизонте Пять минут Вот сюда И мы должны Прибыть на место А тут Вилочки Еще Какие-то Симпатичная Такая Дорога Массачукколи Филипы Молодые Так Андра Тут Тубайны Вот какая-то Тоже Мэрия Наверное Старички Сидят Массачукколи 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 Музыки Гранд театр Джакомо Пучини Интересно Вон офис С билетами Я да Посмотрю Если открыто Я схожу На виллу На эту Пучини Вилла Большая Зона Туристическая Озеро Что-то Цвет у него Такой Вот такой Коричневый Но вода Высокая То ли Разливосит То ли Она Обычно Такого Цвета Вот эти Конструкции Это Театр Где оперы Пучини Можно посмотреть Я думаю Что это на фоне Озера Вечером Очень здорово Должно быть Вон какая-то Голова Прямо Или декорация Или какой-то Памятник Лодки Камыши Камыши Какие красивые Уже Даже Коричневые Цветы Появились Памятник Жакому Пучини Родился В Луке В 1858 Году И умер В Брюсселе В 1924 Предыдущий Вход На виллу Был в 12 А следующий Будет Только в 3 Часа До 3 Я конечно Ждать не буду Потому что сейчас Час Два Часа Перекушу Перекушу Под Платаном Пучини По дороге В местном магазине Я купила Салат Из морепродуктов И рыбу Бакала По-де-ворнски По-моему Она называлась Ни разу Бакалу Не пробовала В этом магазине Была Одна Бакала В разных видах Попробуем Резюме По-обеду Бакалу Спас Очень вкусный Томатный соус А так Была бы Рыба ерунда Полная Без соуса А вот Салат Из морепродуктов Сколько раз Я давала себе За рук Не покупать Больше В Италии Потому что Он дорогой И На мой вкус Абсолютно Неинтересный Хотя Там Очень хорошенькие Креветки Видно Осьминог Кальмар Из-за того Что итальянцы Туда бодяжат Везде Где я только Не покупала Уксус Причем Так Существенное Количество Ты не понимаешь Что ешь Что креветка Одного вкуса Что кальмар Что Осьминог Нет Прощаемся С озером Где жил Пучини И поедем Знаете Куда Обратно Сначала До Виоретто А потом Форте Деймарми Отсюда Всего лишь Час С хвостиком До Форта Деймарми Как раз Я Неудовлетворенную В прошлый раз Неудовлетворенное Желание Поездить Там На велосипеде Удовлетворю И покупаемся Велосипед До 9 Можно сдавать Поэтому Времени Полно Кошечку Рыболова Мы с вами Сегодня видели А вот В кустиках Такая печальная Собачка Сидит Пиппу Ее звали Канэ Сэнсэ Падроны Я так понимаю Что Эта Собака Без Хозяина 20 лет Она Здесь Жила Рядышком Кто-то Поставил Ей Памятник В 2002 Году Свернула В лес Криоретто На Эту Зеленую Аллею Вот такая Селяшечка Какое Красивое Местечко У дороги Сейчас Закрыто Но явно Они будут Работать Очень Ухоженное Чудесный Дизайн И вот Эта Вот Сцена Нарисованная Лани И Загон Кабануа Милое Такое Место Посмотрим Еще На Маяк И Речку Бургамакка Бургамакка Я Сделала Перерыв Сходила В гостиницу Немножко Немножко Отдохнула Потом Сходила Покупаться Боже Какая Теплая Вода Тут Так Мелко Вода Прогревается Сейчас Июнь 22 Сегодня День Начала Войны Вода Теплющая Здесь Мель А теперь Еду До Форта Деймарми Красивый Но К сожалению Заброшенный Цельсиор Четырехзвездочный Мне кажется Я уже не первый раз Вижу Заброшенные Цельсиоры Время Их Прошло Что-то Пошло Не так Менеджмент Не вытянул К современной Жизни И эти Прекрасные Отели С интересной Архитектурой Стоят И разрушаются Отель Это Оказывается 1925 Года Так Жалко Посмотрите Панно Какое С карабелой Красивое Над входом Отель Как же Жалко Что Никто Никто Не возьмет Под свою Опеку Судя По глупившейся Краске На дверях Он уже За ноток Стоит А вот Через Дорогу Отель Принчипе Гиппи Монте Тоже Красивой Архитектурой Он Явно Обитаемый Что С аксессорами Случилось Интересно Кстати Что Пляж По-прежнему Он так и Называется И он Абсолютно Рабочий Пляж Так и Называется Напротив Эксессор Какая Красивая Полуэгипетская Композиция Реально Интересно Отель Принчипе Гиппи Монте Ровесник Эксессор 1922 года Даже Пораньше Немножко И вот он Спокойно Себе Обитаемо Стоит Даже Вот у него Табличка Small Luxury Hotels Of the World Маленькие Роскошные Отели Мира А этот Красавчик Вон там Стоит Заброшенный Пересекая Речку Это Какой-то Другой Городок Между Виареджи И Петро Санта Не посмотрела Ой Какой дом Тоже Красиво Украшенный Тоже Тут Пляжик Симпатичный Набережная Такая Приятная Камайоры Называются Почти Как Гурмайор Но это На море А не В горах Камайор Очень Много Трезвездочных Отелей На первой Линии И есть Не-не-не Лучше Выбрать Предыдущий Камайоры Камайор В море Уходящему Пляж Тут Хороший Как везде Просто Сам город Там Набережная Везде Такая Набережная Интересная Тут Неинтересная Линия Отельная А так Пляж Конечно Сам Хорош Хороший Если Не Жить А на Машине Приехать Покупаться Потому Что Виды Все Те Жи Что И на Предыдущих Курортах Чудесные Мамраморные Горы Туда Время Специи Пацаны В какой-то странный Ветер Играют Ногами Кот Воду Тоже Мель Вон Детвора Плещутся Далеко А им Там По Пояс А тут Сорфинг Для Очень Начинающих Пацан Как долго Проехал Вообще Не падает Волна Такая Прям Для Тех Кто Первый Раз Решил Посерфить Здесь Очень Даже Неплохо Начать Такие Малыши На волне Катаются Я думаю Это какая-то Старушка А это Оказывается Святой Антоний Из бронзы 2010 Года Приехала Форт Деймарни Здесь Конечно Сразу же Приятно Посмотрите Отельчик Пятизвездочный Augustus Hotel And Resort Как они Сделали Вход Элегантно Пройдемся Немного Пока Не прогонят Красиво Да Здесь Здесь же Вилла Отдельно Стоит От Основного Здания Вот Еще Виллы Наверное Какие-то Да Отельчик Конечно Очень Приятный А вон Толстное Здание В конце Вон Даже Пушки С пристани Палят Кораблю Пристать Вильят Гортензия Красиво Цвета Такого Нежно-розового Хорошо Так красиво Ресторан Озеленен Убит весь Очень мило Все Доехала До Дюна Бесплатного Пляжа Но купаться Уже не буду Укаталась Сегодня Поеду Обратно И покупаюсь Уже Виареджи Рассказ Про то Как я Приехала Форте Дэймарми Из Распеции Смотрите В предыдущем Влоге Ссылочка Будет В инфобоксе Не буду Повторять Вот Единственное Я только Хотела Показать Эту Потрясающую Парковку Как Здесь Вяз Растянули И другие Тоже Пытаются Это повторить У них Еще Маленький Вяз А тут Представляете Какую Чудесную Сделали Как Японии Из одного Ствола Вяза Растянули На целую Парковку Красота А сейчас Я включу Для вас Закат Из Виарайджо Парковку Парковку